вау хорошее особенно в погоду как облака все то есть мы видим это какой-то вот этаж 6 поднимали круто а и а а а а а Христос Воскресе Звонарь это послушание, человек звонит по благословению настоятеля храма И выполняет это переслужба за время, после богослужения Призывая людей на богослужение и сопровождая определенные моменты В церкви все делается по благословению То есть это благословение на такой вид деятельности Звонарь Имеет опыт игры на музыкальных инструментах Имеет за собой школу Ему будет легче даваться обучение в звоне, в совершенствовании И его звоны будут гораздо интереснее, выразительнее, красивее Вообще о русских звонах Ну, насколько мне известно, насколько мы имеем какой-то опыт Вот звонарей недавнего времени Вот звонари молодые, которые учились у звонарей опытных Обучали уже своих молодых послушников И эти звоны региональные, традиционные, характерные для определенной местности, города, поселка, области Они дошли уже до нас Мы их можем сейчас уже благодаря технологии Мы их можем и записать, и прослушать, и где-то повторить Да, мы звоним, конечно Как бы русская традиция не подразумевает каких-то ускорений Каких-то сложных джазовых, ритмических рисунков Как бы все колокола, они частотные такие инструменты Они в зависимости от веса разные частоты воспроизводят И люди это ощущают И высокие, и низкие И уже как бы от самого звукоряда будет зависеть тембр, какая-то плотность звука Мы не меняем темп Мы начинаем звонить, благо вис в определенном темпе И продолжаем его уже, заканчиваем вовсе отрезвоном Вот на светлой седнице, на пасхальной Эту неделю еще называют неделей рождения новых звонарей По русской традиции приглашаются Ну, люди просят, они могут обратиться к настоятелю Попроситься на колокольню, на звонницу Попробовать, поучиться трезвонить Попробовать, поучиться трезвонить Благость Благость удары в большие колокола, эти звоны предшествуют дальнейшей. Перезвон, единичное ударение в колокола, переборы, применяется на некоторых богослужениях, и трезвон. Трезвон — это звон во вся, во все колокола, он характерен ритмическими рисунками, интересными, яркими, эмоциональными фрагментами. И вот на неделе пасхальной люди могут попробовать себя, прикоснуться к этому искусству, и многие, многие потом остаются, кто-то идет учиться в школу звоновей, кто-то потом остается на приходах, при каком-то храме, обычно рядом с домом ближайший храм. Живого человека, который вкладывает свою душу во время звона, а это именно так. Два человека не сыграют его одинаково. Так же и колокола. У нас звук колокола, он поющий, играющий, он славящий Бога. Звук при этом как будто монолитный, но одновременно и цветной, и живой. То есть он как будто дышит. Субтитры создавал DimaTorzok При реставрации кафедрального собора, когда пришел набор колоколов, он первостепенно стоял внизу на подворье на временных конструкциях. С 2016 года по 2019 мы звонили внизу. И разумеется, у нас были большие очереди, мы пускали абсолютно всех, кто один раз ударит. Дети там потом звонили, взрослые потом поучились. Это было всем радостно, и многие потом участвовали в звонах, мы с радостью, с людьми, звонили уже для богослужения, перед богослужением и во время. Звукоряд Ростовского кафедрального собора. 15 колоколов. Маленькие колокола на зазвонные, они в правой руке у звонаря обычно, которая создает вот этот мелкий рисунок. Потом подзвонные колокола, уже там, допустим, от 200 килограмм, и пускай в соборе кафедральном до 750. И заканчиваем мы большими колоколами. У нас будничный благовестник, он не имеет имени, но имеет при этом название по использованию. Он используется на будничных богослужениях, перед службой будет поли-елеяный колокол. Он у нас имеет имя Соборный, он посвящен Соборам Донского края, на нем изображены барресные изображения четырех соборов. Следующий колокол, Воскресный, носит имя святителя Дмитрия Ростовский, посвящен святителю митрополиту Ростовского. На нем тоже имеются изображения, барресные изображения святителя и иконы Рождества Пресвятой Богородицы. И самый большой праздничный колокол, весом 16,5 тонн, это тысяча кудов, получил имя Первосвятитель, посвящен Патриархам Русской Православной Церкви с 1589 года, по настоящее время. На нем размещены барресные изображения портретов всех 16 патриархов Московских Первосвятителей Церкви. Русской Православной Церкви Русской Православной Церкви Русской Православной Церкви